Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вот это вот кольцо – это самое главное, которое удерживает здесь всё. Подарок для сельчан. В субсихе планируется открытие зоны отдыха – сквера, посвященного 80-летию образования Краснодарского края. Храм-жилища для Бога, причем каждому Богу в отдельности, строится свой храм. Шедевры архитектуры, редкие фрески и уникальные находки. В музее Гаргипи проходят мероприятия, посвященные неделе археологии. Считаем, что данное решение позволит снизить аварийность на данном пересечении. Внимание автомобилистов! Дорожное движение будет изменено сразу на нескольких участках улиц в Анапе. Юрий Поляков накануне побывал с рабочим визитом в станице Гостогаевской. Поводом для поездки стала давняя проблема сельского округа. Здесь необходимо организовать новое кладбище. Действующее фактически исчерпало свой лимит. Помимо этого, глава Анапу принял решение и по другим вопросам. Подробности в нашем сюжете. Земельный участок под новое кладбище уже определен. Его предоставил депутат муниципального совета, представляющий станицу Геннадий Димурчев. Погост на площади в 3 гектара расположился вдоль дороги, ведущей от станицы к дачным товариществам. По поручению главы Анапы в проекте должна быть предусмотрена стоянка для автомобилей и остановка для маршрутного транспорта. Техусловия на подъездной путь к будущему погосту от дорожных служб уже получены. Надо время не терять, заказывать проект и заниматься. Чем быстрее мы сделаем, тем для жителей будет лучше. Следующим пунктом рабочей поездки главы города-курорта стало здание старой, давно не действующей котельной. 20-метровая труба сегодня представляет угрозу для расположенных рядом жилых домов. От главы сельского округа поступило предложение трубу после сноса положить вдоль дороги возле школы для стока ливневых вод, а сверху сделать асфальтовое покрытие. Однако Юрий Поляков после осмотра территории на месте внес коррективы. Пожалуйста, делайте ерек здесь, пусть вода сходит. А вы мне предлагаете положить трубу здесь и устроить на зеленой зоне опарковку. Что вы мне предлагаете? К чему вся речь? Зимой здесь постоянно надо шить. Сырая зима, кубанская, здесь постоянно бежит вода. И когда подвозят родители, сейчас же дети же узнают, всех родителей подвозят. Пожалуйста, я не возражаю. Вот вход. Давайте около входа. А положим трубу. Родители подвозят. Вышли, перешли и все. Средства для сноса трубы уже выделены. Было принято решение, что трубу разрежут и используют для организации нескольких ливневок в тех местах, где это необходимо. Работы по демонтажу трубы начнутся уже на следующей неделе. Руслан Душевский, Анапа. Регион. В четверг с 12 до 13 часов можно будет задавать вопросы главе города-курорта Юрию Полякову. Телефон горячей линии 30307. По обращениям, решения которых потребует времени, ответы будут подготовлены дополнительно и переданы заявителям. Сквер, посвященный 80-летию образования Краснодарского края в Субсехе, планирует открыть 25 августа. Завершены масштабные строительные работы. Идет укладка газона и завершение монтажа системы полива. За работами наблюдали наши корреспонденты. Вот это вот кольцо, это самое главное, которое удерживает здесь все. Основная сложность проекта – высотный перепад порядка 16 метров, высота стандартного пятиэтажного дома. Подпорные стены центрального кольца уходят вниз на глубину 3 метра. По ходу приходилось импровизировать. После сильного дождя было решено добавить подпорные стены вдоль центральной лестницы. Само собой, нужно было продумать доступ в парк для тех, кто передвигается на колясках или с колясками. Здесь перепады высот большие, чтобы заезжать инвалидам, либо женщинам с детьми. То есть им нужно, естественно, склоны небольшие. Поэтому нам вариантов, ну вот сделали мы два варианта. Вот один сюда, с небольшим склоном, с заездом на верхнюю площадку. И один спуск небольшой к памятнику. По словам строителей, объект готов более чем на 80%. Завершается укладка плитки. Рабочие начали встелить газон. Здесь будет порядка 2000 квадратных метров травяного покрытия. Первый полив обильный, чтобы газон прижился. Поддерживать его в тонусе будет система полива с более чем полутора сотнями точек. Производили все работы по укладку и монтажу автоматического полива. Сейчас вот домонтируем дождеватели, потому что мы их ставить без ковра нельзя. То есть сейчас устанавливаем. Кроме того, заказаны лавочки, урны. 20 штук лавочек здесь будет устанавливано. Будем устанавливать их 20-го. Шесть урн. Открытие запланировано на 25 августа. Местные жители ждут новый сквер. Субсех развивается быстрыми темпами. И такая площадка здесь сегодня необходима. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В музее Гаргипе стартовала неделя археологии. В честь профессионального праздника сотрудники ежедневно будут проводить для посетителей тематические мероприятия и выставки. Неделю археологии открыл экскурсионный час, посвященный сельскому хозяйству. В числе посетителей была и наша съемочная группа. Анапский археологический музей насчитывает сотни экспонатов, относящихся к земледелию. Зернотерки, древнегреческие орудия труда, пифосы, кувшины для хранения зерна и глиняная посуда. Сотрудники говорят, что без сельского хозяйства, возможно, и не было бы и самой Гаргипе. Потому что хлеб, всему голова. Именно здесь греки нашли этот хлеб, который спас их от голода, а именно поэтому они переселились в это северное причерномырье. Пшеница и виноград – две основные культуры, которые выращивали в Гаргипе в промышленных масштабах. В Древней Греции были и свои боги, покровители крестьян и ремесленников. О каждом из них можно узнать на выставке камней, лапидарий. Один из главных – Дионис или же Дионисий, бог виноградарства. Эти уникальные мраморные кассеты, плиты с выбитыми образами его слуг, украшали его храм в древнегреческом городе. Вот такие блоки, такие квадры вырезали за городом в каменотесной мастерской, привозили на центральную площадь и без всякого связующего раствора, подгоняя эти блоки один к другому, возводили храм. Храм – жилище для бога. Причем каждому богу в отдельности строится свой храм. Музей всячески старается заинтересовать всех потенциальных посетителей какими-то новыми мероприятиями, новыми формами работы, и музей всегда рад посетителям. Каждый день в Анапском музее будут проходить тематические экскурсии и выставки. Завтра в День археологии посетители смогут увидеть экспозицию терракотовых фигурок. Часть экспонатов впервые достанут из закрытых фондов музея. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Важная информация для автомобилистов. Из-за высокой аварийности на нескольких участках дороги будет изменен порядок движения. Односторонними станут участки на улицах Владимирская и Заводская уже со следующей недели. Здесь, по данным ГИБДД, почти ежедневно фиксировались ДТП. На комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения приняли решение изменить схему движения. Принято решение об организации одностороннего движения на участке улицы Владимирской от улицы Маяковского до Заводской и на участке улицы Заводской от Владимирской до Астраханской. Считаем, что данное решение позволит снизить аварийность на данном пересечении. Все подготовительные работы уже выполнены. Движение будет изменено с 20 августа. Вполне возможно, это не последние корректировки. По поручению главы Анапы городские службы проводят мониторинг состояния автомобильного движения на самых оживленных анапских улицах с воздуха при помощи квадрокоптеров. Работа продолжится до середины сентября. Данные обобщат и проанализируют. На основе этого будут приняты решения по оптимизации дорожного движения в Анапе. Протоколы, штрафы и демонтаж незаконных конструкций. В Анапе продолжаются рейды специалистов муниципального контроля по выявлению фактов незаконной торговли. Уже в очередной раз порядок пришлось наводить на Пионерском проспекте. Носки, тапочки прямо на газоне. Территории не предназначены для торговли. Здесь можно без сомнений выписывать протокол. Фактически это захват муниципальной земли, как и выход за границы арендованной территории. Одно из самых распространенных сегодня нарушений правил благоустройства. Здесь продавец рекламировал товары для пляжного отдыха, выложив их на тротуар. Во-первых, это портит внешний вид, а во-вторых, создает препятствия на пути. За подобное нарушение для граждан предусмотрен штраф 4000 рублей. За повторное нарушение уже 5000. За незаконное размещение конструкции, в данном случае мангала, на первый раз штраф от 1000 до 3000 рублей, далее от 3000 до 5000. Основные нарушения выявляются – это выплатка товара на территорию общего пользования, предоставление услуг к рту и единственная соединенная торговля. В случае выявления нарушений составляется протокол об административном правонарушении. Данный протокол направляется на административную комиссию для определения суммы штрафа. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ